МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнение бюджета Сарова за 2020 год. Внесение изменений в главный финансовый документ города на этот год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Рассмотрели депутаты на очередном заседании профильного комитета. Народные избранники заслушали доклад руководителя Департамента финансов и главы контрольно-счетной палаты. Подробности далее. Доходы и расходы бюджета города по сравнению с последней корректировкой возросли более чем на 8 миллионов рублей. В том числе поступили деньги на реализацию проектов и инициативного бюджетирования «Вам решать». Напомним, победили шесть предложенных жителями города проектов. В основном это благоустройство детских площадок и ремонт проездов. Расходная часть бюджета предполагает выделение более 1 миллиона 600 тысяч рублей для детской школы искусств. С целью увеличения финансирования капитального ремонта здания, так как увеличивается сметная стоимость работы. Уже проведено два аукциона. Отсутствуют вообще участники. Основная причина, что произошел рост материала. Невозможно выполнить за эти средства. Будут увеличены расходы и на капитальный ремонт крыши здания городского музея. По программе образования предлагают увеличить расходы более чем на 6 миллионов. В том числе 500 тысяч рублей дополнительно направят на строительство школы. Это наша доля в размере 1% доли софинансирования местного бюджета в связи с ожидаемым увеличением финансирования за счет областного бюджета чуть более 49 миллионов рублей. Увеличены расходы на разработку проектной сметной документации на ремонт здания третьего лицея и под трибунных помещений школы номер 13. Также за счет бюджета к началу учебного года будут переоснащены пищеблоки в некоторых школах. На 16 миллионов увеличено финансирование на ремонт дорог. Будут выделены деньги на разработку ПСД для обустройства водоотвода на улицах Силкина и Зернова в районе медколледжа. Власти усиливают меры безопасности в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Сотрудники городской администрации и полиции проверили, как соблюдаются антикоронавирусные меры в магазинах Сарова. Подробности в следующем репортаже. Несмотря на то, что многие переболели коронавирусом или сделали прививки, ограничения, особенно на фоне очередного всплеска заболеваемости, остаются в силе. То, как горожане и сотрудники торговых точек соблюдают противовирусные меры, проверили сотрудники городской администрации совместно с полицией. Ситуация улучшилась. Вот она улучшилась где-то дней пять, мне кажется. Потому что показываешь только, что на маску, они сразу же начинают по карманам искать и одевают. Рейды по соблюдению масочного режима проводятся регулярно. Особое внимание уделяют тем магазинам, на которые поступают жалобы. По словам проверяющих, в этот раз крупных нарушений не выявили, но есть небольшие недочеты. Чаще всего режим нарушают покупатели, которые категорически отказываются надеть маску. Родовец не обслуживает до тех пор, пока он не оденет маску. У нас каждодневный скандал о том, что я не буду это делать. То есть много людей разворачивается у вас. По словам сотрудников магазинов, как правило, отказываются надевать маски молодежь. Замечания таким клиентам делают не только сотрудники магазинов, но и другие покупатели. Очень часто возмущаются обычно бабушки, что без масок кто-то. Нет, они ходят все с масками, но они именно дистанцию соблюдают, по поводу дистанции жалуются. И так вроде все хорошо. За нарушение противовирусных мер предусмотрены штрафы. Максимальная сумма для физических лиц – 30 тысяч рублей. Для юридических она достигает 300 тысяч. С 1 июля в Нижегородской области изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ и вывоз мусора. Предельные индексы роста составят от 4% до 14,9%. В Сарове тарифы вырастут максимум на 7,2%. Для сравнения в Арзамасе на 5,6%, в Нижнем Новгороде на 4%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в этом году без аудитории, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вместе с президентом в студии будут только ведущие. Представитель Кремля добавил, что линия будет высокотехнологичная, и упор делается именно на приложения для смартфонов. Специальное мобильное приложение «Москва Путину» позволяет любому гражданину страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно, уточнил Дмитрий Песков. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае с 1 июля в отеле, санатории и детские лагеря начнут заселять гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. С 1 августа меры ужесточат. Непривитые россияне не смогут приехать на курорты Краснодарского края. Программа бесплатного студенческого туризма стартует с 15 июля. Учащиеся высших учебных заведений смогут приезжать на отдых в регионы России с бесплатным проживанием в студенческих общежитиях до 25 августа. Но сроки программы могут скорректировать в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всю информацию можно будет получить на сайте Министерства науки и высшего образования, а также через единый портал Госуслуг. Несколько дней на территории Нижегородской области стоит аномальная жара. Причиной стал субтропический антициклон, из-за которого температура воздуха поднимается до экстремально высоких значений. По словам синоптиков, в настоящее время среднесуточная температура превышает норму на 7-10 градусов. Последний раз столь жаркий июнь наблюдали в регионе в послевоенные годы. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся еще выше. До 26 июня температура местами будет достигать плюс 37 градусов. Раскаленный асфальт, пыль, духота и палящее солнце. Июньская жара стала настоящим испытанием для многих жителей Европейской части России. Наша съемочная группа узнала у саровчан, как они спасаются от жары и нравится ли им такая погода. Уже несколько дней столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов. Кто-то проводит время на пляже, а кто-то в обнимку с вентилятором или кондиционером. Одним нравится такая погода, а другие ждут дожди и похолодания. Спросим у саровчан, что они думают об аномальной жаре и как от нее спасаются. Воду пью, комнатной температуры и на организм настраиваю, чтобы пережить это дело. Все, я особо не страдаю. Пьем много воды, свежей и прохладной. Какими? В поликлинике иду. Средствами такими, иду из поликлиники. С обычными способами. Пью много воды. С помощью ветра небольшого, который есть. С помощью парка с лиственными деревьями. С обычными водой. А еще? Обливаюсь водой, все. Без конца душ. Каждые полчаса, по возможности. Как мы выяснили, саровчане справляются с жарой, с помощью воды и холодного душа. Забота о бездомных животных – наш общий долг. Было написано на будке, которую жители улицы Негина сделали для бездомного пса. Домик стоял недалеко от детской площадки. Одному из жителей такое соседство не понравилось. И работники ДЭПа будку увезли. Возмущенные таким поступком соседи пытаются вернуть жилище своему любимцу. Бездомный пес появился во дворе на улице Негина больше года назад. Как узнали жители, до этого он прошел по программе ОСВВ. Его отловили на улице, кастрировали, привили и выпустили обратно. Несколько недель он гулял вокруг домов. Его подкармливали, выносили воду. Потом соорудили будку, положили в нее подушки и повесили занавески. Поставили недалеко от детской площадки. Пес, которого назвали дружок, очень любит детей. Готов каждого облезать, сопровождает на прогулке мам с колясками. Малыши тоже с удовольствием возятся с пушистым добряком. Детей никогда не кусает, не трогает. Он к нему подходит ластиться. Его кормят сосисками, колбасой. Я заметила, что пес не гадит тут. Он уходит подальше в лесочек. И тут всегда порядок. И действительно у него есть свое, так сказать, расписание дня. Он встречает людей. Он с ними ходит, гуляет, провожает. Он отдыхает. Дети с ним играют. Также жители отмечают, что благодаря псу во дворе не появляются стаи бродячих собак. Они обходят его стороной, понимая, что это чужая территория. Но в начале июня мирная жизнь была нарушена. Приехали сотрудники ДЭПа и забрали будку. В департамент городского хозяйства пожаловался один из жителей окрестных домов, возмущенный тем, что домик пса стоит рядом с детской площадкой. Первую ночь, наверное, это как раз была дождливая ночь. Все переживали. Потом мы общались, говорили, что выходили, подходили к окну и видели, как он шел под дождем. И, ну, действительно, очень было грустно это наблюдать, что у него нет защиты какой-то, да, которую он ожидал своего домика. И вот некуда ему спрятаться. Эта история попала в областные паблики. Некоторые люди хуже злых собак. Пожалуй, самый мягкий комментарий, который оставили возмущенный этим поступком нижегородца. Имя того, кто написал жалобу, не разглашают. Сам он на контакт не выходит. Соседи через социальные сети просили его прийти на общие собрания, поговорить и решить вопрос мирным путем. Никто не отозвался. Инициативная группа решила добиваться возвращения будки. На очередное собрание, посвященное этому вопросу, пригласили депутата округа, директора ДЭП, предприятия, где сейчас хранится собачий домик. Решили, пишут заявление, кто это, собственник будки, мы ее ему возвращаем. Пусть принимают решение, будем как-то приходить к единому мнению, чтобы устраивало всех. И жителей, которые любят собачьих, которые против собачьих, чтобы устраивало всех. После возвращения будки жителям предстоит решить, где она должна находиться. По нормативам, собачий дом не может стоять на общей территории, если нет разрешения. А пес имеет право там жить. По новому закону о гуманном обращении бездомных животных нельзя усыплять. Их нужно возвращать в естественную среду. Но при этом никаких условий для нормальной жизни этих самых собак и кошек не предусмотрено. Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Радость отцовства». Принять в нем участие могут все папы нашего города. Победителя будут определять в нескольких номинациях. Фотографии принимают до 4 июля. Подробности в следующем репортаже. Ежегодно в 3 воскресенье июня отмечают новый для России праздник – День отца. Быть хорошим папой – самая ответственная работа в жизни мужчины. Уже в седьмой раз в честь этого праздника в молодежном центре организуют выставку «Радость отцовства». Конкурс этот проводится для жителей города, вернее для пап. В этом году у нас 5 номинаций, в которые можно присылать фотоработы, где отражается любовь папы к детям, любовь детей к папам, папа в профессии и так далее. Цель фотоконкурса – прилечь внимание общества к важности роли мужчины в семье. Подводить итоги и определять победителей будет профессиональное жюри. Победителем в каждой номинации станет участник, чья фотография наберет наибольшее количество баллов. Фотографии должны быть, конечно, хорошего качества. Это могут быть и студийные фотографии. Но самый главный критерий, который мы предъявляем к работам – это, конечно, живая фотография. То есть не просто постановочное фото, где сидят на стульчиках и все. А хотелось бы, чтобы все чувства пап к детям, детей к папам, чтобы они отражались в фотоработах. Для участия в фотоконкурсе необходимо подать заявку с фотографией на электронный адрес с пометкой «Радость отцовства». Прием работ продлится до 4 июля, без возрастных ограничений. Уважаемые жители, впервые в городе все цены пополам. Любая пара от белорусской фабрики – от 800 до 1300 рублей. Туфли, босоножки, ботинки – на любую ногу, в том числе высокий подъем, широкую стопу, выступающие косточки. Только в четверг и пятницу, 24 и 25 июня – Ледовый дворец. Спешите, таких цен больше не будет. Темные и светлые, чистые, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда с фешего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 24 по 27 июня там проходит «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 24 по 27 июня с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!